Я тоже решила попить. Я понимаю, сколько говоришь-говоришь, у меня горло уже пересохло. Ничего, ничего. Водички мы попили, водичка нас спасает. Я очень люблю воду, поэтому я так люблю море всегда. Хотя я земной знак, я телец, но почему-то мне всю жизнь, пока вода во всём помогает. Ждём присоединения сейчас, пока все присоединяются. Замечательно, друзья. Пишите вопросы. Я готова ответить в прямом эфире на ваши любые вопросы. Если здесь есть наши партнёры, пожалуйста, задавайте любые вопросы. Если здесь есть просто люди, гости, которым было скучно, они к нам забежали на наш дневной огонёк с Люцией, то мы очень рады, чтобы вы тоже были с нами активны. Пожалуйста, я готова с вами поговорить сегодня, развеять все ваши сомнения и рассказать, почему вам лучше быть с нами, чем без нас. Это точно. Это точно. Я сама лично, да, вообще о круизном клубе могу говорить бесконечно. На сегодняшний день я стала говорить ещё больше. Я так много говорила, да. А сейчас, то я тоже интересно в России, каждый день купаюсь в море, да. Какая тема огонь, да. Классно. Смотрите. Мы много похожи здесь. Да, Люция, давайте вас представлю, да, потому что мы как бы не представились, вообще начали беседовать, а людям, наверное, интересно, как мы в том. Да, да, да. Да, немножечко представимся. Значит, Люция Вандроиддинова, я вас очень благодарю, что вы меня пригласили сегодня на наш такой замечательный эфир. Вы живёте в Уфе, Россия, Башкорстан, я всё не знаю. Башкорстан. Башкорстан, да. Да, и на данный период вы являетесь сеньором маркетинг-директором компании, международной компании «Инкруз». Это замечательный экран. Мы очень гордимся вами. Я знаю, что вы идёте вверх и будете достигать ещё больше пантов. Конечно, я даже не сомневаюсь. По процентам. Вы очень произвели на меня очень приятное, очень хорошее такое впечатление, такой умной, такой интеллигентной женщины, влюблённой в круизы путешествия, заявлой путешественницы. И мне было приятно с вами встретиться в прошлом году летом на нашем первом глобальном международном саммите в Андории вместе с нашими топ-лидерами высших рангов, вместе с руководством «Инкруз». Вот именно там мы с Люцией познакомились. Но на самом деле я знаю также всех ваших спонсоров, Люция, то есть у вас очень хорошая ветка. Ваши спонсоры — Евгений Галеев, так? Да. Прямой спонсор ваш Евгений? Его жена Лена. Лена, Леночка, да. Тоже большая-большая умница. Я очень люблю эту пару, Евгения и Лена. Кстати, несколько дней назад родилась дочка. Да вы что? Серьёзно? Серьёзно, да. Прямо вот это не жмёшь, у них родилась дочка. Поздравляю. Поздравляю. Ваши команды «Ингрузы». Поздравляю. Евгений, Леночка, поздравляю с рождением дочери. Пусть она вас радует, пусть будет счастливая, здоровая. И это прекрасно. Новый член. Да. Грузьё, конечно, да. Прекрасно. Третья дочка. Это просто вот… Мы настолько все прям, знаете, это была прям вот самая такая шикарная вот новость, да, просто бомбическая. И вообще все чаты, просто все чаты вообще только лишь и делали, чтобы поздравляли их. Мы настолько были вот рады этой новости. То ли сегодня, то ли завтра, значит, уже вот её выписывают. И, в общем, они все как бы воссоединяются, так сказать, да, возвращаются. Ну, это замечательно. Это действительно очень большое счастье. И эта дочечка их теперь будет согревать ещё больше в это время. И я тоже хочу передать благодарность, так как они большие труженики. Они делают марафоны очень часто, да. И очень большие любители путешествий, у них много видео красивых, которые полезны, которые помогают нашим производителям. Поэтому я благодарна вам, благодарна вашим высшестоящим спонсорам. Их спонсорам, это у вас там... У нас Лилия Мегалеева, Гульнас Мусина. Да, Лилия Мегалеева, который у нас сейчас исполнительный директор. Гульнас Мусина, который у нас сейчас исполнительный директор. И, кстати, в это время экстремальное, она находится в круизе, представляете себе. Вот как наши члены клуба любят путешествовать, их ничего не останавливает. Мало того, она там не одна. У нас там прямо из моей команды тоже люди там как раз, они там все вместе находятся. Ну, да, мы их ждем, что они благополучно вернутся домой. Сейчас, конечно, трудно, но им там помогают уже российские дипломаты. Так что надеемся... Да, там полностью помогают. Да. Возвращаются. Все будет хорошо, все будет хорошо. Гульнас пишет нам хорошие письма в наших чатах, и мы как-то не знаем, что там происходит. И за всех молимся, чем, кто может, помогает. И ждем, конечно, ждем, потому что, ну, нужны нам новые силы с новыми впечатлениями, особенно сейчас интересно, как там было в круизе в этой ситуации. Да, это, наверное, последний круиз, который вот еще состоялся в это время. На удивление. Ну, также я хочу передать благодарность их высшестоящим спонсорам из вашей ветки. Это Наталья Родионова, Арина Казанская, Арина Казанская. Арина Казанская, да. Я очень люблю. Это наша звездочка, которая просто такая теплая, зажигает всех наших людей. Она тоже зачинщик этих марафонов, неуемная, такая позитивная, умница большая. И вообще все у вас очень классная ветка. еще выше там, это у нас Юля Маталызская, интернациональный директор. То есть это уже Витя Иванова. Конечно, я знаю, я еще не дошла до них, я просто начинаю с низкой смерти. Потому что я так вижу себя в регистрациях. Вот, Юля Маталызская, затем у нас там кто? Идет Блажевич, да, наша Марина, потом у нас идет Ольга Иванова, вот, и Ольга Пуценко наша, да, наша суперзвезда, мега-борд-директор. И, то есть это ветка, и дальше уже я, да, вот так у нас начинается. Поэтому я как бы все ветки прослеживаю, и я вижу, как все у нас активно работают. Окей. Так, а для тех, кто меня не знает, я тоже представлюсь, или вы меня представьте, если хотите. Да, 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 я, конечно же, вот сразу не представила, да, вот, Ирина, потому что мы прям сразу прям вот в омогу головой, скорее, 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 чтобы дать как можно больше информации, да, Ирина Аронец, наш самый любимый человек в интрузе, да, человек, который открыл для нас огромные возможности, человек, который принес в нашу Россию вообще русскоязычное пространство, да, шикарнейший просто-напросто вот бизнес. Мало того, представляете, да, именно она перевела все материалы на русский язык. Это же все было создано в Америке. Я не знаю, на что вообще в свое время рассчитывал Майкл Хатчисон, когда все это начинал, да, он, видимо, тоже молился, чтобы был такой человек, который мог бы вот… Он же тоже понимал, насколько огромная территория русскоязычная, да, и он понимал, что вот русские смогут сделать на самом деле, да, вот. И вот именно Ирина, увидев все это вообще в интернете, да, переговорила с Майком Хатчисоном, спросила разрешение, можно ли вообще нам во всем этом участвовать, да, и, естественно, он сказал, да, и она все перевела, вы представляете, все вообще, все материалы, да, и они все были вот… И первый, и второй язык после английского, это, конечно, был русский, а так уже мы все подхватили, конечно, как такую идею не подхватить? Кто слышал, сразу же, конечно, мы шли. И вот для нас просто напросто, Ирина, да, вот вы сами видите, да, вот час просто напросто говорила красивейшая женщина, да, умнейшая, мало того, столько всего знающая, вот, и просто она не устает, она не устает об этом говорить, и когда бы к ней не обратился, да, это просто человек, вот, столько в ней энергии, столько в ней добра, и мы… Я просто вот счастлива, что у нас вообще такие лидеры, что у нас есть такие люди, вот, есть на кого равняться, есть за кем идти, вот, вот это наша Ирина Роминца. Благодарю вас сердечно, Люция, за такое представление, спасибо вам большое, очень-очень приятно. На самом деле, меня вдохновляют, меня все, вы меня вдохновляете, потому что это очень важно, когда то, что ты увидел и понял, что это имеет большую ценность, нашло отклик в других людях, и другие люди также такие, такие же имеют мысли, такие же имеют желания, и такие же единомышленники, и находились в поиске такого же удовольствия, счастья, как я, и присоединились к нам. Поэтому сейчас у нас огромная команда, и сейчас уже намного легче стало нам работать, чем тогда, когда я только начинала. Просто немножечко от себя добавлю, что на самом деле я, Майкл, не знаю, молился или не молился за меня, чтобы меня иметь вначале, как путеводителя, проводника. Может быть, он даже не подозревал о том, что это будет. Вот, может быть, ему я упала, как звезда с неба, в смысле проводника, в русскоязычное пространство. А мне также подарил Бог вот этот подарок качественной инкрузы, когда я его вымаливала в своих мечтах ещё много-много лет до того, до встречи с инкрузом. И когда я увидела эту информацию и загорелась, и начала её переводить просто по собственной инициативе, я ещё не общалась с Майклом, и он вообще меня не знал. Абсолютно. Это было моё личное решение, независящее ни от кого и ни с кем я не общалась вообще. Мне просто пришёл эмейл на мою почту с рассылкой «Круизный клуб». И этого было достаточно, потому что я это уже давно хотела, заказывала, искала и видео от клуба. И человек, который мне прислал эту информацию, просто делал какие-то рассылки разных новых компаний по различным, различным, ну, как бы делал трафик, трафик-рассылку. И так называемый спонсор, но он не выходил со мной на связь, и он не зашёл. Он только имел компанию рассылщиков и чисто рассылал информацию. Поэтому мне не с кем было пообщаться, и я в компанию естественно не обращалась сначала, я просто сама изучала материалы. Абсолютно сама. И решила, для себя приняла решение, ну, опираясь на тот опыт, который у меня был от предыдущих компаний, я работала до «Инкрузы» в нескольких американских и канадских компаниях, и тоже переводила тоже по собственному желанию, никогда меня никто не нанимал или не просил это делать. Я это делала, потому что я имела уже понятие, как создавать команду и что нужно нашим русским людям. Они многие меня просили в разных других компаниях помочь. Мне как-то это получалось хорошо объяснять. Вот я по образованию преподаватель-учитель, да, филолог бывшим, да, и, ну, даже, может быть, это не моя миссия учителя, но у меня это есть, вот, учить людей было, да. Хотелось донести, хотелось помочь, я понимала, что таким образом я построю бизнес намного легче, и когда люди будут иметь что-то интересное и какой-то вот ценный материал, и я это объясню. И поэтому я начала это переводить, изучать полностью все материалы на английском о самой компании, о бизнесе, о круизах, круизных линиях, о легальности, о создателях. Вот, и создавала видеопрезентации, слайды приводила много, очень времени тратила, да, абсолютно, это началось у меня с февраля 2016 года, то есть через месяц после основания клуба я зашла в клуб, и никто об этом не знал. Я сама себе задавала вопросы, сама на них отвечала, я не общалась с Майклом Хатчсоном, я только ночью слушала его вебинары и делала какие-то свои умозаключения и как-то даже не пыталась вначале выходить к нему на разговор из двух причин. Во-первых, я всегда работала без спонсора во всех компаниях и брала на себя как бы эту ответственность. Я понимала очень много в маркетингах, в различных материалах, и мне нужно было просто сосредоточиться, чтобы мне никто не мешал, и я тогда изучала материал и уже подавала его нашим людям с менталитетом для наших людей. Понимаете, у меня ещё была очень хорошая интуиция, чутьё и понимание того в американских компаниях у них совсем другой менталитет, у наших людей совсем другой менталитет, и то, что я жила в Греции, в Европе много лет, тоже совсем другой менталитет. И я очень часто в жизни меняла много работы, профессий и приспосабливалась. Вот это как сейчас у нас кризис, у нас карантин, и нам приходится приспосабливаться, мы с волны на волну прыгаем, и вот это у меня так по жизни. И поэтому вот эти такие приспособления я уже не раз переживала в жизни. Они очень психологически сначала трудные, но потом, когда ты их пробиваешь собственным трудом, именно собственными мыслями, собственными какими-то навыками, наработками, потом у тебя получается успех, понимаете, получается результат. И к тому же мне это было очень интересно тогда, я вовлеклась, очень вовлеклась в эту работу. Но и также я хотела ещё понаблюдать, почему я не спешила выходить на связь с руководством, я хотела понаблюдать издалека со стороны, как они будут работать, как они будут себя вести. Мне нужно было время, чтобы проверить их, так как до этого было очень много таких компаний, которые кидали людей или просто действовали не так, как нужно. Мне нужно было проверить, что то всё, что я думаю, то всё, что я людям излагаю, а ответственность на меня, как на первом человеке для русскоязычной информации была огромнейшая и до сих пор есть. Я понимала, насколько это большая ответственность, которую я взяла на себя. Но тогда это было просто… Я вам не могу передать, как я переживала за каждое слово, которое я переводила, я носила свой какой-то… То есть это через моё видение, через мою призму я уже людям доносила информацию. И причём вовлекая вот эти мосты разных менталитетов. Так как подают американцы, я понимала, что наши просто не примут. Так как это понимают европейцы, они просто не примут. Понимаете? Подать просто русским, как русские хотят, тоже не примут. Мне нужно было скомбинировать это всё, вот все эти три менталитета и подать так, чтобы была правильная информация, как хочет компания, потому что это обязательно, условно, оно прописано было в документах, я все так же эти документы изучила, и плюс так, чтобы это приняли наши люди. Я просто ставку взяла, сделала на то, почему я начала переводить на русский, хотя мой английский далёк от совершенства, и это тоже большая, как бы, ну, я считаю, ценность в моей работе, так как тому человеку, который знает английские совершенства, это делать легко, может быть, намного легче, хотя всё равно нужно передать не только как бы слова, нужно передать смысл, нужно передать очень правильную подачу, нужно передать трактовку каждой фразы, нужно передать терминологию правильно, лексику, да, и значение каждого термина, а это интернет-маркетинг, это круизная индустрия, это финансы, это легальность, это юридический материал, это всё достаточно сложно, понимаете, и плюс ещё, учитывая психологию людей каждой страны, вот, и я как бы решилась на это, но с Майклом Качесоном мы связались, я могу сказать, где-то почти через месяц, после того, как я вошла в клуб и сделала переводы и слайдов, и презентации, подачу членства, подачу маркетингового плана, регистрацию, видеоинструкцию по регистрации, по оплате и по легальности компании, и я послала это всё в компанию, где-то там, ну, я решила выставлять на YouTube, но ещё решила не приглашать людей, чтобы проверить и убедиться, что всё будет так, но мне нужно было послать эти документы, то есть, эти мои видеопрезентации, почему, потому что компанию нужно мне было получить подтверждение, что я имею право их выставить на YouTube, что там неизвращённая информация, да, правдоподобная, да, и я послала в саппорт, вот у меня вот так вот сердце дрожало, потому что очень было много труда уже приложено, да, недоспаные ночи сидела, полночи переводила, ещё работала в другой компании в то время много, вот, но горела страстью к этому клубу, и думаю, и вот, я уже столько всего сделала, я так хочу здесь быть, я так хочу здесь работать, я так хочу донести этот материал до людей, я так понимаю, какая здесь шикарная перспектива, и не дай Бог, здесь меня сейчас забанят и скажут, снимай всё с любого, это всё нельзя, вот вы не понимаете, насколько я переживала, вот как у меня, вот какое было переживание. И я послала, и не могла место себе найти несколько часов, вот, но, часов, я думала, что они там может ответят, а может не ответят, или может ответить через несколько дней, и буквально через 3-4 часа мне ответил сам Майкл Хатчессон, написал мне письмо, вот у меня где-то есть ещё это письмо, первое его, да, я его берегу, все письма берегу. Мы сейчас такую историю узнаём, представляете, друзья? Да, вы много не знаете, что-то подробности, да, вы много подробностей не знаете, и вот он написал мне письмо, такое с восхищением, с удивлением, с поздравлением, с благодарностью, Ирина, вот, я не ожидала, откуда ты взялась, у меня регистрация была из Греции, а тут на русском языке. Вот мы пересмотрели, я в восторге, спасибо тебе большое, ну, благодарю, что есть уже, и в тот же вечер он проводил вебинар для, ну, для этих гостей на английском языке, тогда ещё очень мало было, тогда в основном там американцев немножко приходилось, спанцев, вот, на вебинары, и я одна, русскоязычная из Греции, которая, вот, и он, значит, показывал там отрывки из моих, к аспекту, которые ему посылала, да, и объявил, значит, моё имя, фамилию, благодарность, и сказал, вот, прям так, с восторгом, что мне просто жалко, что нет у меня этой записи, этих вебинар, этого вебинара, не знаю, надо будет поискать где-то, вот, когда он объявлял, что вы представляете себе, у нас такая компания, мы только начали работать, мы только вышли на рынок, вот, у нас ещё нет круиза, потому что первый год было только 30 круизов, и первые начинались только летом, а это была зима, и только начало, да, и никто ещё и круиз толка не знал, а вот есть, значит, у нас уже партнёр, Ирина Аронец из Греции, которая перевела всё на русский, и не поняла, почему на русский, вот, и я потом уже ему объясняла, почему на русский, да, что я из Украины, что я сама русский филолог, но что я очень люблю путешествия, что у меня есть опыт работы в туризме в Греции, в яхтеном туризме, и что я обожаю круизы и онлайн-бизнес, что я работаю вот в интернет-маркетинге, и он дал добро, он меня благословил на то, чтобы, а, я написала, да, что я хочу открывать русскоязычный рынок, потому что считаю, что наши люди заслужили путешествовать прекрасно, вот таким образом экономить деньги и зарабатывать деньги онлайн, хотя тогда ещё практически, ну, не было очень мало людей, четыре года назад были круизы и путешествиями. Вот так я получила благословение для нас всех, вот Майкла Хачесона. И потом мне стало легче, да, буквально там через пару дней позвонила Ольга Ротниченко, мой первый партнёр и наш первый миллионер в компании «Крузос», и вы все её прекрасно знаете, нашу Олечку, которая потом начала работать вместе со мной, и она увидела моё видео на YouTube, она меня знала по другой компании, я тоже делала видео, переводы, презентации, другая компания, китайская была у нас до того времени, совместная, и позвонила мне, сказала, что Ирина, я тут увидела такую сногсюбательную информацию, ну вот и так началась наша субъекта людей. Как же мы вам вообще благодарны, да, вот две такие женщины, да, вот Ирина, это просто вот, вот я сейчас сижу, да, прям впитываю каждое слово, да, потому что я до этого всё знала, но, оказывается, тонкости, подробности не знала, да, и вот пришло время, чтобы всё вот это вот узнать. Конечно же, вот мы все просто восхищаемся благодарным, просто-напросто. Вот здорово, что сегодня мы на самом деле вот так вот разговариваем, да, простые вещи вообще рассказываем, вот, вот эту историю прям вот услышали, люди услышали вот эту вот историю, откуда пришёл клуб, как он начинался, да, кто это вообще к нам принёс, а я-то какая гордость, вы представляете, мне-то как классно, да, я такого человека пригласила, столько людей теперь вот с вами познакомилось, мне просто вот тот эфир закрыло, там почти 500 человек было на эфире, да, посмотрим, сколько будет здесь, вот, и я думаю, что в течение суток, он же будет висеть ещё сутки, да, люди ещё будут смотреть и смотреть, потому что мы его по всем чатам, наскидали, люди всё равно где-то ещё работают, кто-то сам проводит эфир, да, все посмотрят, или вообще просто, я не знаю, настолько я вам благодарна, да, сколько вы сегодня даёте информацию, и ещё будете давать, и ещё мы вас не отпускаем, хорошо? Конечно, я согласна, я согласна, я вас очень благодарю, да, за то, что я внесла какую-то ценность, да, для вас всех, и за то, что вы тоже начали действовать, вам это всё нравится, и сейчас мы вместе помогаем друг другу, и сейчас мы вместе, как бы поддерживаем друг друга, и наши все трудности, печали уходят, потому что мы просто делаем правильное дело в правильной компании и верим в хорошее будущее, и чем нас больше вместе, чем больше мы объединяемся, тем больше силы мы все приобретаем, вот, и хочу вам сказать, опять же, для тех людей, которые, возможно, нас слышат сейчас первый раз, ещё не наши партнёры, а только гости нашего эфира, вот я это вам рассказала, как пример того, что сейчас вы в поиске, вы в поиске вашей будущей хорошей жизни, или вашей какой-то, вы хотите зацепиться за какой-то сучок-соломинку, который выведет вас из болота в свет, да, вот, ну, посмотрите на меня, на мою историю, когда я начинала, я никого из нашей команды ещё не знала, не имела, и не знала, будут ли они, я просто очень этого желала, я делала всё, что могла сделать на тот момент, я даже не имела спонсора, с кем посоветоваться или спросить вообще информацию, у вас сейчас столько возражений уже на готовом материале, когда начинают говорить разные, там, я не хочу перечислять, да, укоры нам иногда говорят, вот, и мы 10 раз, 100 раз доказываем, и пальцем тычем, почему это не так, а это так, да, чтобы убедить людей, вот, а в то время у меня не было ни спонсора, ни даже, я не разговаривала, ни с руководством компании, и я была уверена в том, что я говорю, почему, потому что я изучила всё подробно, пусть это на английском, пусть я, может, даже и не всё до конца правильно понимала, но я сидела и обдумывала, вот, анализировала, делала сравнения, выискивала ещё информацию, делала какие-то сопоставления, понимаете, и я поверила, поверила, потому что очень хотела, ну, свои мечты воплотить в реальность, и я тогда была одна, и вот сейчас какой у нас результат, а вам вообще бояться нечего, вы просто благословены, что есть мы и все, наша большая команда, наших наставников, наших просто уже суперпрофессионалов, лидеров, партнёров, которые здесь уже всё знают, лучше, наверное, самого Майкла Хачеса, на нашем основании, наверное, я тоже знаю, потому что ему некогда, поэтому у него классная идея, он очень много думает, он очень много работает, он ездит по многим странам, ему просто уже физически, если не физически, уже некогда толком остановиться, чтобы ещё что-то посмотреть, вот так, потому что, ну, это же огромное количество людей, то, естественно, Майклу тоже некогда углубляться в какие-то подробности, но для этого набран уже очень большой штат, сотрудников компании, уже каждый занимается своим делом, вот, очень большая поддержка в нашей компании, из разных, на разных языках набраны менеджеры, сотрудники, вот и в Андорре, помните, Люцея, мы были в прошлом году в саммите, нам представили 10 менеджеров из поддержки компании «Крузис», которые вот работали в Майами и в Андорре, сейчас их ещё больше, так как у нас основные три центра, три, как бы, офиса нашего клуба «Инкрузис», это первый в Майами «Инкрузис», да, это самый первый, который был в аптеке, да, тогда открыт, и все они, адреса, есть на нашем сайте, все, всё можно найти в Фейсбуке, второй, это наш основной сейчас интернациональный «Инкрузис ЛСС», который позволил открыть «Инкрузис Интернешн» для всего мира, в Пуэрт-Рико, где сейчас тоже Майкл Хатчсон живёт, и третий этап в Европе, в Андорре, где мы были с вами, это «Инкрузис Европа». То есть, это три представительства, уже не одно, а даже три представительства, которые помогают всем нашим бизнес-партнёрам, которые соединяют также и круизные линии, есть свой круизный департамент, который, там тоже свои сотрудники набраны, они занимаются бронированием, они занимаются соединением с круизными линиями и решают все вопросы. Вот, поэтому, друзья, вы в надёжных руках. Думаю, что вот ответим на вопрос, который тут задали из Тбилиси. Пропустили, наверное, да? Я думаю, что там, в общем-то, сидят, ждут этот вопрос, да? Да, я не скажу, почему-то на него сел только этот вопрос. Ирина, ответьте, я маркетинг-директор из Тбилиси, меня постоянно спрашивают, возможно ли такое, что все круизные линии обанкротятся? Я понимаю, это правда. Это настолько серьёзный вопрос, у меня же плохо стало, я водички помню. Так, ну я, во-первых, я приветствую маркетинг-директора, я не вижу имя-фамилию, кого я приветствую, из Тбилиси, но мне очень приятно, у нас, да, очень много уже и директоров есть и в Ашгенте, и в Успекистане, да, и в Грузии, вот, и, ну, это радует, это радует, что, то есть, со всех уголков у нас с земли приходят люди, и они добиваются здесь результата. Но, конечно же, теперь я обречаюсь к нашим партнёрам, вот мы как бы старались больше общаться с просто гостями, да, которые нас сейчас слушают, но я уверена, знаю, что нас слушают и многие партнёры, и для них сейчас тоже очень волнительная такая вот волна, прошла до шторм, скажем так, а мы находимся на море, вечно море в нашем, как больше всех, да, и нас иногда штормит, и это нормально, потому что, ну, это бывает на море. Я знаю лучше вас всех, я работала ещё до Инкрузос, и много лет ещё до Инкрузос, 15 лет ещё до Инкрузос, я работала в Греции в туристическом бизнесе, в Яхтином, путешествовала, там любила скруизы, но на яхтах, да, и я даже перетерпела очень страшные кораблекрушения в Италии, вот, и чуть там не погибло, но море меня благословило и решила оставить на великие дела, да, это ещё моя очень интересная история, которую я, может быть, вам расскажу в другом эфире, вот, и у меня было, да, это было страшно, но это не имеет отношения к круизным, нашим круизам, потому что это было на яхте небольшой, а там нет стабилизации качки, вот, на огромных лайнерах, там совсем по-другому, и там практически шторма мы не замечаем, потому что там есть специальное оборудование на целый, дэк, на целую палубу, которая сохраняет, держит, удерживает огромнейший корабль на полной стабилизации, то есть практически без выкачивания, это всё продумано высокой технологией и очень большими умами, но что хочу сказать, что тогда, когда я перетерпела этот большой кораблекрушение, после восьми лет работы моей в яхтенном бизнесе, который я обожала, это было очень красиво, это было, вот там именно я познала, что такое всю красоту и прелесть круиза, всю красоту вот греческих островов, я очень много путешествовала и по Италии, и также Турции, и оттуда началась у меня страсть будущей мой грузис, но перетерпев этот кораблекрушение, я думала, что я утону, прощалась с жизнью, и там и мой крестик утонул, и документы, вот как бы меня море благословило и выкинуло из этого шторма, я поняла, что есть другое предназначение, но после этого у меня был страх, страх к морю, несмотря на то, что я его очень любила, что я даже с ним разговаривала очень часто, когда было мне плохо или хорошо, оно меня успокаивало или заряжало, вот такую большую энергию имеет море, я его чувствовала, и оно мне помогало, но после этого я оставила свою работу из-за страха, понимаете, вот я даже боялась подойти к морю, настолько я сильно, почему я это рассказываю, сейчас поймёте, я сравниваю с тем, что сейчас произошло в мире, вот этот страшный коронавирус и такая как бы паника, которая давит на людей, вот, и я понимаю это состояние, которое сейчас переживают и наши партнёры, и боятся о том, что будет дальше с ними, и вообще, то есть иногда наступает какой-то хаос и внутри нас, и в наших мыслях, я это всё пережила уже, и я знаю какое-то состояние, и да, был страх, я оставила, я оставила эту работу сознательно, и почему, потому что в то время я жила в Греции, мой сын жил в Украине, он учился тогда в университете, и мой отец умер, он жил с матерью, мама моя часто болела, мне приходилось часто как бы ехать на Украину, вот, жить на две страны, и я не могла позволить себе просто так погибнуть, потому что я должна была им помогать, вот, у меня постоянно был страх, ностальгия за ними, и за Родиной, и я просто, ну, должна была жить, понимаете, меня просто Бог сохранил, и я думала, ну и что же мне делать, мне, я не могу работать на постоянной работе, так как мне нужно часто покидать Грецию, ехать в Украину, а работа в яхтенном туризме именно была сезонной, поэтому она мне подходила, но после этого шока, после этого страха я не могла уже там работать, я год не работала, и за этот год я начала проникать в онлайн, в интернет, в интернет, это было уже на сегодняшний день, 15 лет назад, как я начала заходить в интернет, учиться, всё, что я могла, всё, что я могла там познать для себя, причём не было на русском языке практически ничего, в основном на английском языке, в основном на американцев я училась, хотя мой английский, как я вам сказала, далёко от совершенства, и таким образом я усовершенствовала и лучше свой английский, понимаете, всё через трудности, но была большая любознательность, было огромное желание, и я поняла, что там можно зарабатывать деньги, я это поняла тогда, спустя, наверное, год, может и больше, я вначале не зарабатывала, то есть я начала зарабатывать так уже более-менее нормально через два года после того, как я пробовала или училась в интернете, я просто учила всему, чему я могла научиться, кое-что бесплатно, кое-что я вкладывала деньги, иногда мне было очень трудно, я впадала куда-то депрессию, мне в своё время помог Тони Робинс с его тренингами, почему он был проводником моим в интернете, почему когда я нашла Инкрузес, и он здесь сыграл тоже большой ролик, когда я увидела, что Майкл Хатчсон, который его не знает, которого я ещё не знаю, но потом уже его исследовала, что он был вице-президентом у Тони Робинса, который на меня лично очень большое влияние в своё время связанную связано. Понимаете, всё безоговорочно, и я сразу через имя Тони Робинса прониклась к Майклу Хатчсону. Понимаете, вот как всё сплетено в жизни. Но к чему я это всё веду? Что вот так началась моя деятельность в интернете, потом постепенно я начала развиваться, постепенно я начала зарабатывать деньги различные, всё лучше и лучше, потому что обучалась, потому что делала, потому что приобретала навыки, потому что шла дальше и понимала, что здесь можно зарабатывать и не только, а очень хорошо зарабатывать. Потом я поняла преимущество, что это можно быть дома, где угодно, в любой стране и продолжать зарабатывать. Это вообще было феноменальное, так сказать, открытие для меня. Понимаете? Вот. Это просто не сравнить ни с чем. почему я всегда говорила, что сетевой бизнес это самое лучшее, что придумало человечество. И все, кто меня сейчас услышит, услышите ещё раз. Вы имеете большую драгоценность в ваших руках. Вы имеете сетевой маркетинг, который вам позволяет в любой точке мира, где бы что ни случилось, главное, конечно, чтобы был интернет, и мы продолжаем зарабатывать деньги. Вот. Ну, к чему это всё веду? Одно переплетается с другим, но к чему это всё веду? Что спустя год я, конечно, всё-таки очень жалела за морем, не могла я эту любовь от себя отпустить так просто. И я сама себе сказала, что я должна преодолеть этот страх. Я отправлюсь в круиз. Я отправлюсь в круиз. И до того времени я… то есть инкруиза ещё не было. Я работала себе, зарабатывала деньги в интернете, мне это всё нравилось всё больше и больше. Но это были рекламные кампании, это были другие кампании, это был… это был… как это называется… то есть бизнес продажи на Амазон и Эбэй, то есть это были разные кампании, с которыми я работала, но они не имели отношения к туризму. А туризм меня всё равно влёк. Круизы меня влекли. И тогда я через год после этого кораблекрушения купила круиз и поехала вот первый раз на круизном лайнере большом путешествии, чтобы преодолеть вот свой страх специально, понимаете? Вот я вначале сидела вот так, держалась, прямо держалась за сиденье, как только зашла на корабль. Вот мне было всё страшно, я не знала, я доплыву, не доплыву. Но тогда этот лайнер, этот красавец, это не было ещё красавец из тех красавцев, которые есть в нашей базе, потому что у нас самые лучшие красавцы, лайнеры самые большие, самые мощные, самые навороченные сейчас в нашей базе. Это просто лайнеры, которые имеют до 20 палуб, которые имеют самые новейшие технологии, корабль, который потрачен на миллиард долларов, на каждый, понимаете? Это просто, как говорят греки, кукла. Кукла, что такое кукла, да? Вот они, когда хотят сказать, что самое-самое-самое красивое, во всей прелести, говорят, кукла. И на корабле, к которому я отправилась, это был небольшой круизный корабль греческий. Там было всего 5 палуб, всего 5 палуб, вот, но мне было достаточно для того, чтобы преодолеть мой страх. И, может быть, он не был настолько роскошным, конечно, как наши, может быть, у него был маршрут только по греческим островам, меня даже это не беспокоило, мне главное было преодолеть мой страх. И страх нужно переходить именно через вот эти препятствия, которые нам опять создаются. Поэтому это очень хорошая возможность для роста. Я его преодолела. Вот через некоторое время, когда я увидела снова эти красивые острова, когда я увидела, как это море просто рассекается этим лайнером, когда я увидела эти прелести, всё, исчез весь страх. Исчез весь страх, я сказала, Боже, как красиво, я снова хочу быть в груди, я ещё больше хочу в груезы. Понимаете, всё. Вот, и сейчас этот страх тоже забудьте, занимайтесь вот тем, чем вы занимаетесь, и ищите красиво. И что касается вашего вопроса, значит, сейчас… Секундочку, Ирина, секунду, потому что сейчас привётся эфир, я поэтому, дорогие друзья, я сейчас просто завершу этот эфир, и открою новый. Никуда не уходим, все свои вопросы держим, у нас ещё есть время, будем говорить. Пока завершаю эфир. Продолжение следует...